Всем привет! Сегодня мы с вами постараемся повторить макияж Kendall Jenner. Впереди весна, уже она в принципе не за горами, и мне кажется, что ее макияж просто замечательно на эту пору подходит. И что мне конкретно нравится всегда в ее макияже, это то, что он очень молодой, очень такой вот сияющий, энергичный, и из нее никогда визажисты не пытаются сделать какую-то тютю-мотю, наоборот, она очень молодая, очень юная, свежая, и визажисты как раз-таки всегда это и подчеркивают. И сегодня именно этого эффекта мы с вами будем добиваться, поэтому обязательно продолжайте смотреть, я вам в деталях расскажу о всех секретах ее макияжа. Первое, что я буду использовать, это базу от MAC Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Эта база отлично выровняет оттенок века и подготовит его таким образом к нанесению макияжа. В этом макияже у Kendall на веке был очень интересный серебристый оттенок, и я в своей коллекции нашла, в принципе, максимально похожий на этот оттенок. У меня это палетка LORAC Mega Pro 2 и оттенок Alumin. По своей текстуре этот оттенок очень насыщенный, но сегодня нам не нужно наносить его насыщенным слоем, нам нужно создать такую легкую дымку, даже не дымку, а такой легкий оттенок. У Kendall на подвижном веке всегда какие-то вот такие вот сатиновые и немного даже бывают шиммерные оттенки. Очень часто ей делают какие-то бронзовые тени, часто ее тоже можно встретить золотыми оттенками тени, они ей тоже безумно идут. Кстати, в одном своем интервью она призналась, что ее любимая палетка теней это Naked 3. Ей очень нравится розовая и бронзовая палитра, и сама она нередко пользуется именно этой палеткой. В складке века у нее практически ничего нет, если уж совсем присмотреться, видно очень-очень светлый, теплый коричневый оттенок, и именно такой я сейчас буду и наносить. Я беру всю ту же палетку теней, только на этот раз оттенок Tony. Этот оттенок, откровенно говоря, вообще погоды абсолютно никакой не делает, совсем легко он был нанесен, и я так подразумеваю, что его наносили для того, чтобы просто растушевать вот этот вот сатиновый оттенок, чтобы не было никаких четких границ, и в то же время, чтобы хоть немножко, но как бы что-то было все равно. Вот как-то приблизительно так. На нижнем веке в макияже Candle всегда тоже сатиновые или какие-то шиммерные оттенки, и что удивительно, они наносятся только не во внутренний уголок, а в принципе практически до конца, а бывает, что и до самого конца. Конкретно в этом макияже, вот где-то до середины, чуть дальше, чем до середины глаза, был нанесен точно такой же оттенок, как и на верхнем веке, и только вот на одну треть, наверное, глаза тоже такой же сатиновый оттенок, только уже немножко более глубокий серый. Начиная с оттенка Alvin, который мы наносили на верхнее веко, я его буду опускать достаточно далеко, и дохожу им тоже достаточно далеко по отношению к внешнему уголку глаза. Теперь я буду смешивать два оттенка теней Gun Metal и Sandstone, и это мне даст идеальный такой вот серый темный оттенок. Переходим к подводке. Кендалл практически никогда не встретишь с какими-то мега стрелами, у нее всегда стрелочка очень маленькая, и всегда она начинается приблизительно вот с этой точки, там где начало радужки, расширяется к внешнему уголку глаза, и совсем-совсем легкий хвостик выводится, но буквально еле-еле. Вот сейчас я вам тоже покажу, как это сделать. Для того, чтобы сделать такую стрелочку, мне понадобится кремовая подводка от Elf в черном цвете, и вот такая вот очень детальная, синтетическая, упругая кисть. Начинаю подводить веко где-то к серединке, и потом расширяется эта стрелочка к внешнему уголку глаза. И вот сейчас, если посмотреть прямо, то видно, что вот здесь вот у меня складочка моя века, вот видите, там где заламывается верхняя и нижняя века. Вот как раз на вот этой вот границе приблизительно, то есть на открытом веке. Вот так вот я до этой границы нарисую стрелочку, нарисую, вернее, направляющую, и уже ее как бы заполню стрелочкой. Почему я выбрала именно такую кисть? Потому что подводка у Kendall зачастую не очень четкая, хотя много из ее визажистов говорят, что они используют жидкую подводку, но я в ее макияжах не вижу каких-то очень четких графичных линий, присущих жидкой подводке. Поэтому либо они жидкую сразу растушевывают немножко, буквально чуть-чуть, либо используют кремовую. И когда основная работа с подводкой у нас уже сделана, мы можем совсем слегка по ней вот так вот пройтись, чтобы линии не были четкими. Не нужно слишком сильно растушевывать ее, ну и слишком четкой тоже не оставляйте. Kendall Jenner, как и всех ее сестер, невозможно представить без главного атрибута макияжа глаз, а именно роскошных ресниц. Макияж Kendall Jenner всегда отличается тем, что у нее очень сильно прокрашены нижние ресницы, также прокрашены верхние, и также на всяких красных дорожках и мероприятиях она нередко гуляет с накладными ресницами. Сейчас я буду очень детально прокрашивать нижние ресницы, и в этом мне поможет тушь от Covergirl, которая называется The Super Sizer. В этом макияже очень важно постараться захватить просто каждую ресничку. Самое время приступить к накладным ресницам. Я сегодня буду использовать ресницы от Ardell, которая называется Diami Whispies. Что важно конкретно в этом макияже с ресницами, это приклеить их не вот так вот, как по классике, а немножко ниже. Внешний уголок ресничек у Kendall всегда очень сильно свисает, либо вот так вот горизонтально находится, либо даже немножко вот так вот свисает на нижнее веко, и таким образом ее глаза открываются. Этим приемом когда-то пользовался еще визажист Мерлин Монро, таким образом создается здесь эффект тени, и кажется, что ресницы еще длиннее и еще гуще. Я наклеила ресницы, и на этом макияж мы полностью готов. Что касается губ, то у Kendall есть ее фирменная помада, и именно с этим оттенком помады ее можно встретить, наверное, на 90% всех фотографий. Он ей действительно безумно идет, это нюдовый персиковый оттенок, и она конкретно пользуется помадой от Estee Lauder, и серия называется Pure Color Envy Sculpting Lipstick, и оттенок, который она использует, это Insatiable Ivory. Если вы хотите в точности повторить этот оттенок, то можете, соответственно, купить эту помаду. Я же сегодня нанесла свой, можно сказать, фирменный оттенок, и когда я наношу эту помаду, всегда получаю очень много вопросов по поводу того, что же это у меня на губах. И сегодня я говорю о помаде от YSL, это серия Rouge Valute и оттенок номер один. Это тоже очень нюдовая помада, но она немножко розовая. В то же время, как у Kendall Jenner, она более персиковая. Ну вот, в принципе, и все. Я надеюсь, что вам понравилась моя интерпретация макияжа Kendall Jenner. Если так и было, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Для чувствительной кожи 0% спирта, защита от раздражения. Ну что ж, погнали. Сейчас у меня на лице только мой обычный уход. Ну, я не хочу сказать, что избавиться от него, потому что я до сих пор не могу сказать, что я от него полностью избавилась, но процентов где-то, наверное, на 60, может быть, даже 70. Вот по окончанию двух этих курсов массажа я могу сказать, что я от него избавилась. Продолжение следует...